А Ари Кагана на Брайтоне знают все. И таксисты, и владельцы ресторанов, и рядовые избиратели. Ари Каган – лидер демократов 45-го округа Бруклина. Здесь он вполне мог бы стать политической парией, если бы не повсеместное к нему уважение. Брайтон-Бич – оплот республиканцев. На первичных выборах в апреле около 80% местных избирателей проголосовали за республиканца Дональда Трампа. И, видимо, повторят этот результат на президентских выборах в ноябре. Дональд Трамп очень нравится русскоязычным избирателям, еще и потому, что он аутсайдер, что он не представляет истеблишмента. С ним не скучно. Он не соблюдает никаких правил не только политической корректности, но даже вообще корректности просто по жизни. И говорит, как говорится, рубит правду матку сразу. На Брайтоне люди разного возраста и разных профессий будут голосовать за Трампа. И по разным причинам. А Трамп, у него хотя бы есть какие-то свои идеи. Они иногда очень такие, не согласовывающиеся с сомнением большинства, но тем не менее. Он говорит то, что он думает, и в нем чувствуется сильный человек. А Хиллари, она просто говорящая голова от партии демократов, на мой взгляд. Я не очень знаю все его идеалы, но то, что он бизнесмен, это говорит больше, чем о том, что есть продажные политики. Человек, который привык работать на бизнес, он понимает все-таки больше, что нужно. Многолетний опыт работы Хиллари Клинтон в политике и государственном управлении многие видят как помеху, а не как преимущество. Эдуард Мермельштейн – адвокат. Представляет клиентов в сфере продажи элитной недвижимости. Его фирма не раз работала с организацией Дональда Трампа. Эдуард знает Дональда лично. Характер, да, очень агрессивный, но в том бизнесе, которым он занимается, это полезно. И нужно иметь агрессивный характер, чтобы работать особенно в Нью-Йорке, но не только в Нью-Йорке, по всему миру. Дональд Трамп продолжает. Кого шокировать, кого восхищать. Он нападает на истеблишмент и политиков. Не стесняется в выражениях, когда говорит о женщинах. Может публично передразнить инвалида. А совсем недавно призвал американцев-владельцев оружия действовать, если Хиллари Клинтон начнет назначать либеральных судей. Даже секретная служба США забеспокоилась. Вообще в русскоязычной общине существует давняя ностальгия по сильной руке. Вообще. Я не говорю по Сталину, говорю по сильной руке. На мой взгляд, Трамп принадлежит к партии циников. Это не республиканская партия, не демократическая партия. Это не либералы, не консерваторы. Это партия циников. Говорит то, что выгодно в данный момент. Но есть еще на Брайтоне группа избирателей, которая вообще не пойдет на выборы. Я не верю в голосование как систему. Немножко сказано, что демократия – это когда идиоты выбирают мошенников. Поэтому я принципиально анархист. Скажем так, из плохих систем в Америке самая лучшая. Но меня это все равно не убедило. Кстати, это разнообразие политических мнений на Брайтоне и есть составная часть демократии. Виктория Купченецкая, Михаил Гудкин, Сергей Гусев. Специально для Настоящего Времени из Нью-Йорка. Спасибо.